Здравствуйте! В эфире новости спорта в студии Саргалана Захарова. Российские керлингисты выиграли бронзовую медаль Олимпийских игр. Сегодня в Хенчхане были разыграны награды в смешанном разряде. Чемпионы мира 2016 года Анастасия Брызгалова и Александр Крушерницкий после поражения в полуфинале от Швейцарии вступили в борьбу за третье место. В матче за бронзу российским спортсменам противостояли Кристин Скаслиен и Магнус Надре Готтен из Норвегии. С первых бросков россияне захватили инициативу и на протяжении всей игры ввели в счете. По итогам восьми эндов Брызгалова и Крушерницкий одержали победу со счетом 8-4. Стоит отметить, что эта медаль стала первой на Олимпиадах в истории российского керлинга. Сегодня нам помогло то, что мы муж и жена вместе смогли пережить вчерашнее поражение в полуфинале от норвежцев и смогли выйти на сегодняшний матч одним целым. Мы знали, что можем выиграть медали. Пусть это бронза, но для нас она очень важна, сказала Брызгалова. Российский форвард Никита Кучеров упрочил звание лидера в списке бомбардиров хоккейной национальной лиги. Матч регулярного чемпионата на домашней арене Торонто со счетом 4-3 выиграл у лидера восточной конференции Тампа-Бэй. В составе последних забитой ворота противников шайбой отличился Никита Кучеров. Для российского хоккеиста она стала 30-й в текущем сезоне. Также он сделал 41-ю результативную передачу. Форвард продолжает возглавлять список бомбардиров чемпионата. В следующем матче лиги Кучеров имеет хорошие шансы улучшить показатель. Тампа-Бэй сыграет против Баффало, который замыкает турнирную таблицу конференции. Якутские спортсмены выступают на чемпионате России по легкой атлетике в помещении. Сборная команды республики представлена четырьмя атлетами. Сунтарская бегунья Наталья Леонтьева по итогам забега на 3000 метров не смогла пробиться в тройку призеров. А вот Михаил Руфов финишировал третьим. Дистанцию 400 метров победитель прошлогодних Игорь Мончары пробежал за 48,29 секунды. Таким образом, Михаил не только взял бронзу чемпионата, но и установил новый рекорд республики. Отмечу, что до выполнения норматива мастера спорта России якутскому спортсмену не хватило всего 0,15 секунды. Сегодня на дорожку выйдет победитель первенства страны Игорь Чудинов. Якутский атлет будет участвовать в забеге на 60 метров с барьерами. Также в толкании ядра медали оспорит Максим Афонин. Чемпионат проходит на московском Манеже ЦСКА за медали соревнования борются более 600 спортсменов из 68 регионов. Соревнования завершатся уже завтра. К новостям спорта в улусах республики. Более 100 борцов с разных районов Якутии встретились в Кобяйском районе. Уже шестой год проводится республиканский открытый турнир по вольной борьбе и хабсагаю в памяти тренера Владимира Сметанина. Как и в прошлые разы, наиболее подготовленными оказались воспитанники Мукучинской Дю США, отмечают судьи соревнования. С турнира они унесли 10 призовых медалей. По вольной борьбе были заявлены всего две весовые категории – 26 и 55 килограммов. Однако схватки вышли не менее захватывающими. Чемпионом весовой категории 40 килограмм стал Дархан Бондар из Мукучинского Настлега. Хотим отметить, что мастерство ребят с каждым годом улучшается. И цель этого турнира является увековечивание имени нашего брата, чтобы в нашем районе хабсагай, вольная борьба, все развивалось. А в Вилюйске проходит комплексная районная спартакеада. Всего в ней принимают участие 15 команд в составе 171 спортсмена. Дети, молодежь и ветераны. Сейчас проходят состязания по третьей дисциплине – масс-рестлингу. Борьба идет за звание сильнейших и денежный приз. Всего из Сыдыбыла принимает участие 17 спортсменов. Очень понравилось, что на этот раз в программе национальные виды спорта. В стрельбе из лука, хабылыке, хамыске у нас хорошая подготовка. Доказательством тому наши достижения на прошлогодних соревнованиях. Также мы уверены в своих силах, в дисциплинах легкой атлетики и национальной многоборья. 29 января в Мирном стартовало традиционное первенство района по волейболу среди женских команд. Две недели назад за первое место боролись семь команд. Минувшие в воскресенье в детско-юношеской спортивной школе определили победителей соревнований. Кто стал чемпионом в этом году и на какие соревнования они поедут по итогам турнира, смотрите в материале наших коллег. Среди этих девушек сильнейшие волейболистки Мирненского района, а некоторые из них призеры республики. На традиционном чемпионате Алмазного края по волейболу среди женщин не было слабых команд, ведь на кону путевка на первенство республики. В преддверии выезда сейчас сборной Мирненского района на первенство республики как раз проходят участники, можно сказать, подготовку. Эти соревнования отборочные. По итогам турнира сильнейшие волейболистки попали в сборную Мирненского района. Уже в эту среду они поедут в город Якутск представлять честь Алмазного края на чемпионате Якутии. Хотелось бы, конечно, чтобы были соревнования, но так как мы отдалены от республики, от Якутии, от самой, поэтому мы в своем соку крутимся, среди своих предприятий, поэтому очень тяжело. После 25 игр, которые проходили по круговой системе, команда Института Якутни про Алмаз не проиграла ни разу. Волейболистки не оставили своим соперницам ни единого шанса на победу. Достойные соперники, очень интересные игры. У всех хорошая подготовка, я считаю. Победа нам далась нелегко. Играли команды, дружная команда. Залог успеха. На втором месте оказались волейболистки детской юношеской спортивной школы. Бронзу взяли спортсменки из Орлаха. Лучшие из лучших выступят на чемпионате республики в Якутске. По итогам этого турнира определяются участники Игр народов Якутии, которые пройдут летом этого года в Ангинском улусе. Анна Винокурова, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край». Ведущие силачи республики оспорят медали соревнований на призы чемпиона России, Европы и мира почетного мастера спорта по масс-рестлингу Анатолия Байшева. В эти выходные в Центре спортивной подготовки «Триумф» пройдет турнир по национальному многоборью, посвященному седьмым спортивным играм народов Якутии. Спортсмены выявят сильнейшего в состязаниях по буксировке тяжести, поднятию камней, сгибанию в железных прутьях, метанию гири через планку и переноске камня. Призовой фонд турнира составляет 450 тысяч рублей. Победитель получит 200 тысяч. Серебряный и бронзовый призеры – 150 и 100 тысяч рублей соответственно. Соревнование начнется в 10 утра в это воскресенье. Это были новости спорта. Всего доброго!